Супер Форсаж Простите, а где проходят нелегальные гонки? Место для тупых белых чмошников. Прекрасно. Спасибо, братан. Продолжение следует... Вот его тачка. Спасибо, брателло. Продолжение следует... Подруженьки перепрятались. Это мой крензель. Полегче. Блин, ну попец вообще. Что? Говорю всем... Всем пипец! Да! Всем пипец вы! Рад тебя видеть. Значит так. Сегодня гоняем вокруг фабрики. Один победитель. И он забирает все. Кто в деле? Ну я прошу вернуть. Что ставишь? Коробочку шмалева. Все стволы чистые. Подход у него серьезный, Вин. Кто еще не ссыд проветриться? Я! Моя ставка 5 килограммов отборной ширяй-борядины. Йоу! Ладно. Я погляжу, намечаются суровые покатушки. Да-да. Пора поднимать ставки. На абсолютно жуткий новый уровень. Два слова. СПА-салон. По полной программе. Ароматерапия. Отшелушивание зада лепестками роз. Обработка скорлупой устрицы и жемчугом. И оборачивание водорослями. О, Боже мой! Йоу, Вин. А в эту хрень входят лавандовые омолаживающие маски для лица. Не сомневаюсь. Я ставлю машину. У меня настоящее удостоверение гонщика. Я всех обгоню. Думаешь, вот так просто с тобой будет гоняться вендросель? На чем гоняешь? На тачке. С единорогами. Глянем, что у тебя под юбкой. У него ж тут блестящая лямба. Вся в трубочках и проводочках. И дыр-дыр-дыр под крышкой. Вин, это мощный хреноматор с поддувом. Четкая лайба. Но помни, гонщики не гонят. Гонщики гоняют, но не загоняются. Что правда, то правда. Пусть прокатится. Ты слышал мою сестричку? Посмотрим, кто ты есть. Выиграешь, получишь меня. Но проиграешь, тебя получит она. Все под расселением. У нас черный гуляет по белому району и никого не трогает. Все на задержание срочно. Можно начинать. Копов отвлекут ненадолго. Гонка начинается! Крутяк! На старт! Эй, Уайт, сцепление сжёшь. Отпускай газ, когда передачу втыкаешь. Спасибо. Я на ручной коробке еще не ездил. Вперед! Твою мать! Надо же было заправиться. Ха-ха-ха! Твою мать! КОНЕЦ Быстрее, у меня тут гонки. Чаевых не получишь, Слоупок. КОНЕЦ ЗАКИСЬ АЗОТА Вот это дело! КОНЕЦ Выиграешь, получишь меня. Но проиграешь, тебя получит она. О-о-о! Нет, я на такое не согласен! КОНЕЦ Рано в доле, соплики. КОНЕЦ Моя очередь втопить. Анализы на дупинг Ланса Армстронга. КОНЕЦ 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 Я уделаю тебя, Троссель. КОНЕЦ 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 Да ты заторопился, Пудель. Больно же! С кем гонялся? Ни с кем. Я тут вообще на Луну любовался. Да не звезди ты! Имена? Бендроссель? Смешно, да? А это танец робота. Ай, молодец! Ну и я попробую. Всё, давай, Пудель, мы закончили. Ласты назад, заворачивай. Ну давай, давай. Эй, боже, Пахмелкинс, зачем так жестоко? Только на правду было похоже. Вендроссель мог наблюдать за нами. Если он унюхает, что я коп, он грохнет меня. Не колотись. Я всё почистил. Никто в органах не знает, что ты коп. Эта тайна умрёт со мной. А может, я не подхожу для этой операции? Не по мне эта задача. Я ведь даже не цветной. Да не боись. Я же белее мела. У меня ещё в младших классах. Кличка была и звёздка. Это ясно. Нет, ничего тебе не ясно. Я люблю хоккей, водные лыжи. У меня даже айфон белый. Я был влюблён в белоснежку. Люди меня принимают за Эдварда Сноудена. И что? У меня трусы с уточками. А? Да, я знаю наизусть все песни Аббы. И я ношу кроксы. Я раз в неделю хожу на Пилатес. Господь на велике. Я плакал, когда кончился сериал «Друзья». Мой самый любимый фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть первая». А любимая программа по телеку это «Минута славы». Господь в носках. Я такой белый, что замораживаю майонез на палочке, а потом ляжу его. У тебя нет семьи. У тебя нет друзей. У тебя ум, как у академика. А криминальные таланты, глянь, круче, чем у Чарльза Мэнсона, Декстера и Бен Ладена вместе взятых. Какое же счастье, что ты по эту сторону закона. Ты рожден работать под прикрытием, ясно? Ну или журналистом «Лайф Ньюз» хотя бы. Твоя правда. Значит так. Этот дроссель не гнушается ничем. Ни грабежами, ни даже подделкой подарочных Кардашана. Мы точно знаем, что этот чувак замышляет что-то крупное. Это что, бывший муж Джейло Марк Энтони? Нет. Это Хуан Карлос Дон Падло, криминальный король Лос-Анджелеса. Вот как. Слушай, ты сейчас ближе кого бы то ни было к дросселю, но надо подобраться еще ближе. Надо стать членом его банды, чтобы мы могли прихлопнуть их всех разом. Ну что, а? Ты в теле? Хороший мальчик. Но как я объясню, почему меня отпустили? Ты измоздячил меня и спешал? Думаешь, он купится? Мы постараемся. В каком смысле? Бей меня. Что-что? Чтобы это выглядело правдиво, нужно, чтобы твои костяшки были сбиты в кровь, как будто ты дрался. Давай, бей меня. Я не могу. Может, просто измазать костяшки поддельной кровью? Броссель, стреляный фарабей, его на мякине не проведешь. Давай, бей меня! О, больно-то как? Я же раньше никогда никого не бил. Еще врежь. Да посильнее. Сильнее. Сильнее. О, черт, извини. У тебя кровь пошла. Нормально. Ну что, моя очередь. Что значит твоя очередь? Дроссель никогда не поверит, что в драке с полицейским ты не получил ни царапины. Ну да, но может... Ну как, в порядке? Держишься, да? Ух-х. Ух-х. Эй! Ну и где моя машина? Здесь, как и обещал. Ну ты че? Это ведро! Именно. С прокаченным мотором и легким кузовом это будет... ...самой быстрой машиной. Ну, Вин, это ж металлолом. Здесь куча работы. Так работай. А ты помогай. Теперь ты работаешь на меня. Что? По нашей страховке можно лечить зубы. Мы признаем однополого партнера членом семьи. А пятница у нас... ...короткий день. Но только я могу приходить в гавайской рубахе. Есть, дядя! Ладно, Вин. Где будет мое место? Вон там. Ух ты. Да тут куча краденого. Куча краденого. Ах ты, дядя! Глотни! Глотни! Свяжись, дядя! Вы че тут делаете? Ты же убьешь его! Знаешь, сколько калорий в шоколадном сиропе? Он же коп! Вынюхивает тут все! Я не коп! Да на тебе прослушка! Ненавижу копов. Я видел, как его арестовали. Менты пили его, чтобы он сдал меня. Но он и слова не сказал. Я доверяю своим инстинктам. И он не больше коп, чем моя тёлка, прожжённая лесбиянка. Поверить не могу. Может, ему тогда загулять с твоей сестричкой? Тусанём сегодня? Замятан. Да вы офигели! Найс. Волнуешься? Нет. А я да, признаюсь. Правда? Ну да. Я в этом не спец. Немного не уверен в себе. Я только и думаю, когда будет удобнее поцеловать тебя. Правда? Я предлагаю сделать это прямо сейчас и не париться. Сейчас поцеловаться. Что скажешь? Ну давай. Вот и снял напряжение. Я тоже. И? Какие у нас планы на вечер? Как насчёт лёгкого ужина? Заманчиво. Фондю. Романтично. Можно? Давай. Сорьки. На первом свидании всякое бывает. Да. Расскажи мне о своём брате. Что ты хочешь знать? Да всё. Откуда у Вина деньги на все эти тачки? Вовлечён ли он в нелегальную деятельность на регулярной основе? Что он затевает с преступным королём Хуаном Карлосом Дон Падло? Мне скучно говорить про брата. Ладно. Ну давай тогда о тебе. Что обо мне? Зачем тебе это? Ведь ты не такая. Да. Снаружи вся из себя такая яршистая, жёсткая девочка. Но внутри-то ты совсем другая. Чё, правда? Ты же любишь сидеть, закутавшись в плед и пересматривать любимые фильмы. Дневник, Бриджит Джонс и человеческая многоножка. Все свои лишние деньги ты переводишь на то, что тебе близко. На спасение китов. На Amnesty International. Обществу каждому ребёнку по Xbox. А на каждый Новый год. Когда близится полночь. Когда по телевизору обращение президента. И круглая штука в часах бьёт по другой штуке. Ты загадываешь желание. И ты хочешь любви. Резина лопнула. Жанна мне всё рассказала про вчера. Про фондю и про спущенное колесо? Про ваши дынь-дынь, которые вы устроили у неё дома. Прости, Вин. Это не повторится. Лучше, если это повторится. Я никогда не видел свою сестру такой счастливой. Она вся сияет. Дон Падла, преступник. Аушки, я понял. Приеду. Мишаль, поехали. Вин. Вин, малыш, ты же знаешь, что в четверку у меня футбол. Готов к скачку в карьере. Куда поедем? Не задавай лишних вопросов. Почему? Это был вопрос. Ты чё такой любопытный? Тупо, если я знаю, куда мы едем, я знаю, как одеваться. Строгое, в треники. Брать ли плавки. Эй, эй! Ты берёшь его вместо меня? Мы с тобой братаны. Всё. Тогда мы с тобой не будем смотреть сегодня вместе холодную гору. Я отменяю приглашение. Двигаем. Мы двигаемся. Что-то связанное с План Каксом. Будем тебя мониторить. Продолжение следует... А-а-а! 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 От лица Хуан Карлса Дон Падла Благодарю вас за прибытие Вы здесь, потому что вы лучший из лучших Но нам нужен только один водитель Что за ботва, чуве? Чтобы попасть к нам, надо пройти жестокий кастинг Который выявит лучшего из лучших О, да Я думаю, вы знаете, как произвести впечатление И доказать, что вы достойны работать на него Вин, что происходит? Делай, как я Делай, как я Кристайл Так, теперь все трясем булками Дверг, как Майли Сайру Да Так Так Диага 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 Да я уделал тебе. Переплясал, как чебурашка. Ты никогда меня не перепляшешь. Кто тут чебурашка? Три года танцевального кружка. Балет, гопак, чечетка и в присядку. Ну ладно. Но в следующий раз. В следующий раз. Хорошо двигайтесь. Спасибо. Мне нужен один водитель. Но вы парни так хороши, что я решил взять вас с обоих. Что за дело? Дело простое. Суперкар. Нужно перегнать мой суперкар по этому адресу. По окончании получаете сто штук долларов. Суперкар? Да. Это же зверь. Я знаю. Единственный в своем роде. Она бесценна. Считай, договорились. Вопросик. Опять начинается. Что такое? А что ты сам-то за руль не сядешь? Я бы сел. Но у меня миллион штрафов неоплаченных. Страховка взлетела до небес. А эта тачка просто магнит для полиции. Есть вариант. Рассмотри безлимитную страховку. И безлимитную с рассрочкой оплаты. Все равно это очень дорого. Ты же в вузе учился? Можешь сам посчитать сложный процент и выбрать нужный план страховки? А я ходил в кружок французского языка. Это считается? Аттестат есть? Нет. Препод завалил меня. А я его. Короче, для перегонки мне проще двух рукоганов типа вас нанять, чем со всей этой хиробазой разбираться, окей? Мне все понятно. А мне вообще ничего не понятно. Любая страховка все равно меньше, чем то, что ты собираешься нам заплатить. Ну, не сто же тысяч долларов, в самом деле. Тебе нужна работа или нет? Би-би-би мне мозг! Да, нужна. Поехали. Шуй, пукан, в машину! Машинка-то не едет. Наверняка сломана. На тормоз не дави. Что? Ой, блин, точно. У меня плохое предчувствие. Почему? Послушай, музончик. Аккорды понижаются. Много струнных. Гобой. Это звучит зловеще. Деньги у вас? И все здесь. Давай, перелистай кэш. Не, ребята вроде приличные. Ой-ой-ёшеньки. Поймал! Выкидывай, идиот! Да не мне! Зачем мне ты? Чего ты ждешь, Вин? Бросай! Не, дождусь, когда дотикает. Я кину им, они поймают. И не успеют кинуть бомбу обратно. Думать надо, понял? Приготовься! Подожди! Раз. Два. И три! Ты в порядке? Думаю, это все подстава. Ты че, серьезно? Куда поползь? Эй! Стой! А ну погони! Блин, с соплей! Нет! О, черт. Если он унюхает, что я коп, он грохнет меня. Я все почистил. Никто в органах не знает, что ты коп. Эта тайна умрет со мной. Капец! Ну давай же ты, тварь! Успокойся! Он мертв. Ты теперь мента-убийца. Да, и пять, бро. Валим. Пошли. Уходим. 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 Продолжение следует. 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 Быстро. Или нам конец. Какие идеи? А давайте поедем в Сан-Франциско и откроем там суперкрутую кофейню для лесбиянок. Что? Да я прикалываюсь. Надо продать этот жучий суперкар! Разбогатеет! Бум! Проблема решена, детел! Отлично! Если бы это только был суперкар! Что? Заливать бензин Нишимаркет! Суперкары ездят на 98-м! Я так и знал! Зачем Карлосу понадобилось перегонять эту дешевку? Тут что-то плохо пахнет. Нелегальная деятельность Дона Падла. Подкуп политиков, мой бордель, у меня есть 100 миллионов. Там все данные о его незаконной деятельности. Записи о подкупах политиков, адреса нелегальных борделей, тайник, в котором он держит 100 миллионов долларов. Стой! Вот оно! Точно! Закидаем его в бордель туалетной бумагой! Мы украдем его 100 миллионов и свалим отсюда. Кто в деле? Я в деле! Босс, я покушать принес. Слава Яйцева, я проголодался. Что это? Бургер, картошка? Да, я вижу бургер, картошка, я не слепой! Я заказывал детский обед. Извините. Ты же прекрасно знаешь, что я собираю миньонов из мультика «Гадкий я!» Я сколько раз тебе говорил? Я забрал почти всех, кроме Карла! У меня есть Джерри, есть Сюарт, есть Кевин, Дэйв. Все, кроме... Карла. Карл говорит. Би-до, би-до! Как ты мог о нем забыть? Мне нужен би-до-би-до, без него коллекция не полна! Окей, я вернусь и возьму. Не-не, спасибо. Теперь уже я ничего не хочу. Грабануть Хуан Карлоса на сто миллионов не так-то просто. Для такого наскока нужна банда побольше. Первым делом нам нужен негр. Типа Луда Крис, или Бау-Вау, или хоть Тимати. Зачем нам понадобился рэпер? В таких фильмах, как этот, всегда мелькает черный рэпер. Опять же, цветная аудитория подтянется. Тупень! Плюс чувак, это рэпчик. Как насчет Лил Уэйн, Тиай, ДМХ, Гуччи Мэйн, Эйкон? Не, эти ребята либо уже сидят, либо скоро выйдут. Потому что снимаются в реалити-шоу, где садятся в тюрьму, а потом сбегают. А потом опять в тюрьму. Я понял, у меня есть отличный кандидат. Рэпер в эпизоде Еще нужен крутой китаец. Чтобы умел дрифтовать? Просто китайцы крутые. Крутой китаец И еще нам нужна красивая моделька, для которой это первая роль. Ей не надо ничего говорить и ничего делать. Пусть зрители просто смотрят на нее и балдеют. Моделька, ставшая актрисой. Как ты это делаешь? Что? Ты начинаешь про них говорить, и они появляются. Так полагается. Это же классическая сцена сбора героев. В каждой части форсажа есть такая. Плюс я хочу, чтобы у нашего гоп-стопа был легкий налет мультикультурности. А теперь к делу. Так, вот чертежи здания, где Дон Падла держит свои сто миллионов. Хоть кто-то из вас. Хоть раз в жизни. Читал чертовы чертежи? Черт, черт. Мы так не договаривались. Я умею только водить и иногда пулять. Блин! Здесь столько цифр. Ладно, тогда поехали, посмотрим своими глазами. Ты рэпер в эпизоде «Крутой китаец». Поехали. Подожди, я что, не еду? Не, заплетай девочкам косички. Уел ты его. Это же была наша здоровка. Теперь наша. Смирись с этим, дятел. Когда вернешься, нам надо будет поговорить. Ну, намекни. Спи, мой малыш, на ветке сосны. Ветер положит в люлечку сны. Ну, и? Но если вдруг гроза к нам придет, то люлька, малыш и сосна упадет. Божечки мои! Ты серьезно? А-а-а! Ты так круто поешь! Тебе надо попробоваться в шоу «Голос». Градский от тебя просто офигеет! Когда у парня и девушки бывает любовь, то потом у них может случиться одна неожиданность. Я понял, куда ты клонишь. Я сам с тобой хотел поговорить. Отлично. Я почти уверен, что ты меня герпесом заразила. Я... Поговорим об этом завтра. Поговорим об этом завтра. Поговорим об этом завтра. Вы кто? Вы кто? А-а-а! Дёш! Дёш! Где остальные деньги? Перемь-óg! Всё здесь! сзади я займусь этим у хуан карлосов заначки 100 миллионов где они что за хуан думаешь я вчера родился вопросик это 14 14 бекер стрит это 14 14 бекерлейн а деньги тогда откуда из церкви подаяние я священник ты чудила дом культуры при церкви кто-то ограбил церковь на бекера они искали мои миллионы думаешь это виндроси он думает что может взять мои деньги слушай меня хлопец слушай внимательно необходимо усилить охрану ясно положи деньги в самый надежный сейф и убить дросселя понял я понял босс а что было в середине охрану усилит нет нет не это про сей не нет не не сейф убить дросселя да теперь понял усилить охрану а дросселя в сейф не не я тебе сэмэски пришлю хлопец так будет лучше так теперь все инструкции у тебя в телефоне ничего нету но я же послал же нету а у тебя наверное 4g на телефоне конечно а у меня до сих пор 3g это медленнее как мне руководить самой крупной криминальной империи если у нас разные телефонные сети ну через три месяца у меня кончится контракт с мобильным оператором и я перейду на другую сеть босс через три месяца у меня будет 5g тогда давай ты мне дашь свой телефон а себе новый купишь давай я убью тебя лучше не надо они в лыжных шапочках они катались на лыжах до или после этого преступления свяжись с канадской полицией с отделением вас пенни и со швейцарскими коллегами может они что знают есть сэр и на это гляньте это вин дроссель значит и он с ними триангулируйте местность я хочу чтобы поиском занимались все полицейские их берлога должна быть где-то поблизости и ради бога принесите мне кто-нибудь детское масло ты проверил отпечатки пальцев совпадений пока нет типа вы не были преступники я вас найду слышали я вас найду как тебе моя маечка сэр в облипочку я облипочку или нет да я вижу ваши соски и все кубики правильно так и было задумано но что значит так на 14 14 бекер стрит находится мексиканский ресторан жуй с тобой это прикрытие дона падла обожаю их жрачку это отличное прикрытие пока посетители жуют еду хуан карлос обтяпывает свои делишки в подсобке деньги должны быть там потому что он купил самый крутой сейф на свете самый крутой сейф на свете в него влезает больше ста миллионов но охраняется этот ресторанчик лучше чем шкаф с алкоголем у линдси лохан если нас заметят мы трупы но у меня есть отличный план мы возьмем деньги они ничего не поймут первое мне нужны люди внутри это будут жанна и мешали перед сейфом есть комната для кассиров он им не доверяет и чтобы они не прятали кэш в одежде заставляет их работать без трусов все голые даже охранники вы устроитесь туда кассиршами подожди все эти девчонки голые и сексофильные и после солярия все и каждая в отдельности продолжай каждый день в полдень сразу после просмотра модного приговора хуан карлос приходит проверять деньги в сейфе мишель ты придумаешь отвлекающий маневр охранники засуетятся жанна выскользнет оттуда и подсмотрит как хуан открываете подглядывая ты узнаешь что код сейфа использует шифр на основе днк хуан карлоса нам понадобится образец его генома если мы хотим подломить этот сейф каждое утро хуан карлос пробегает 16 километров тут в игру вступают наша красавица модели крутой китаец моделька будет пробегать мимо и привлечет внимание хуана тот скажет что-то типа классные титьки тут появляется крутой китае с репликой ты титьки моей подруге решил заценить он ответит но не знаю она твоя подруга да ну значит я заценил ее титьки тут ты начнешь защищать ее честь значит мне придется защищать ее честь в бою каратэ если я китаец значит я должен знать каратэ так знаешь да третий дан черный пояс но это просто совпадение значит ты начнешь бой ки я ки я использую мельницу подсечки и прыжки с разворотом хуан карлос начнет тебя бить как боксерскую грушу надо чтобы он хорошенько вспотел тут модель возьмет образец днк с его копчика с копчика там чистейшая днк теперь у нас будет образец днк и мы сможем открыть сейф ну как же мы окажемся около сейфа здесь на сцене появляешься ты образец днк мы дадим тебе и отправим туда тебя по почте чего тебя доставят туда в течение трех пяти дней 3 5 дней да ладно экспресс доставка стоит придурога но ты чё мужик тебя пришлют и поставят рядом с сейфом ждать инструкции не открывать до рождества в дело вступает кертис ты будешь приманкой постучишь в дверь когда охранник откроет начнешь щекотать его ты сказал щекотать я что заикаюсь потом побежишь уворачиваясь от пуль другие голые охранники выскочат палить по тебе когда рэпер услышит стрельбу он выскочит как черт из коробочки добежит до двери и запрет ее изнутри потом используя днк задницы откроет сейф вернемся во двор где подстрелят кертиса меня попадут да в основном в промежность теперь охранники идут убедиться что кертис мертв я умру тут выскакиваем и валим охрану и забираем добычу рэпер откроет нам изнутри мы загружаем полный автобус денег потом мы с братишкой встречаемся жанной мишель моделькой рэпером и крутым китайцем и держим путь на мальдивы лучшее в этом плане у нас никаких потерь вообще ну кроме кертиса конечно что скажете ладно другая идея врываемся взрываем сейф и убегаем да это пойду круто круто мне нравится на этом и сравнил да отлично выступаем на рассвете на рассвете да ладно чем плох рассвет это так рано мы даже позавтракать не успеем да вы знаете я тоже без завтрака не пойду хорошо выступаем после завтрака а а давайте позавтракаем в теремке вместе будет весело да да круто 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 линчики просто бомба идем на дело после теремка эй кертис ты машинку починил сам видишь на айс хороший мальчик у меня кое-что есть для тебя спасибо друг это же моя тачка что ты ее починил для меня сюрприз нет это в знак того как ты дорог для нас значит даришь ему подарочки приятные этому дятлу говорила мне мама надо было идти в мотобанду к корейцам дитя мала мы так и не поговорили да но прежде я должен тебе кое-что сказать я знаю что происходит знаешь конечно все знают тебе не слишком удается это скрывать ты бы знал какое облегчение и жирная прости что извини но это очевидно у тебя сало из штанов лезет боже ты же жирнее джона хила хотя нет он вроде опять похудел дай подумать в супер перцах жирный очень жирный в человеке который изменил все в мачо и ботаниях худой или жирный я совсем запутался ладно тебе самой-то от себя не противно я беременна что ж ты раньше не сказала вот это машина это тачка моего старика он в ней умер лучший папа в мире я гляжу вы ладили он был лучший а я и не знал своего отца однажды он вышел за пачки сигарет и больше не вернулся не отвернулся угостил сигареты и сказал что уходит мне было восемь лет ты был ребенком это не твоя вина а он сказал что моя до моего рождения они с мамой занимались сексом все время часто ходили в кино и цирк очень любили ездить в отпуск в далекие турцию и египет но со мной кончилась вся веселуха у тебя осталась мама мать с ним полностью согласилась и тоже свалила ты что рос в приюте да потом скитался по приемным семьям кажется никому больше не нужны белые голубоглазые мальчуками если ты не из намибии и по твоим глазам не ползают мохи то ты никому не нужен такую уж моду ввели знаменитости бронджелина мадонна сандра буллок только черные приемыши я знаю кстати я брюхатил твою сестру она мне сказала что будешь делать как папка твой сбежишь или останешься навсегда как мой отец после того как сфотались пошли в ларек замороженным чудесные воспоминания и грабанули его чего извините детектив джонсон но я совсем не понимаю ваши сигналы мне надо пипи может за мусоркой спасибо без меня не штурмуйте не двигайся ублюдок башку отстрелю я сказал стоять бросай оружие немедленно сдавайся что дроссель попался я взял тебя за яйца тут никого нет и у меня рука затекла совсем мы его упустили зря мы зашли в теремок на их блинчики с вареньем и клюквой и взбитыми сливками вы на это гляньте достаточно улик чтобы засадить хуан карлоса навсегда тут достаточно улик чтобы засадить хуан карлоса навсегда а причем тут вин дроссель совпадение не думаю день ограбления не забыть ограбить дона падла ну надо же ежегодная ярмарка меда все погнали вперед всем надеть маски это что еще что сам сказал всем свои маски принести да вы чё все забыли забыли не надо масок снимайте маски снимайте так берем эту цепь прикрепляем и вырываем стену застанем их врасплох такого они не ожидают этого они и ждали нас кто-то подставил эй кертис пообедаем потом вместе я тебя сейчас грохну что ты наделал кертис прости мигвин они обещали свадить в диснейленд диснейленд ну все теперь это личное я тебя грохну хлопец это был мой лучший друг но я думал что это я твой лучший друг конечно ты но с ним мы тоже долго дружили да пойми ты это на одном горшке в саду сидели что делать то будем давай в машину все по плану ломаем эту стену мы берем сейф ты мой смарт поцарапал теперь это еще личнее еще личностнее короче это теперь личная обида глубоко личная обида да петь с тобой жми на газ все выжимай а почему у нас рации я их купил распродажи я их купил господь в одних носках как-то немного нереалистично все в порядке ну не очень типа типа а мои денежки за ними дал bundero все уходим уходим Пока-пока! Верни на место. А сейчас плав. И осторожненько потяни ремень на себя. Не-не-не, Клопес, не так. Нет-нет, не так. Еще разок. Клопес! Еще разик. Но в этот раз давай еще помедленнее. Она сломалась. Теперь поехали, по-рфава. Да. Идиотоконструэнте! Денорбаннеро! Денорбаннеро! Куда же они едут? Давай за рестораном жуй с тобой. Повторяю, жуй с тобой. Жую с тобой. Давай, кони, 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 кони! Похоже, у нас поклонники. Избавьтесь от них. Сейчас займемся. Аварийный комплект супермоделей. Грудные импланты. Грудные импланты. Гindo, грудные импланты. Любимая импланты. Светлая импланты. Всяглом. Ты молодец. Это было четко, крутой китаец и моделька Разделяемся, встретимся, где планировали Понятно С тобой я детишек хочу Дома бы я сидел И кроватку качал Ждал с работы тебя О, нет Зацени-ка мой прошлогодний альбом с медляками Убойный музон у тебя Спасибо, Вин Я отваливаю Жанна, Мишель, сзади Мы ее видим Бак пробит Останови тачку, я сейчас выйду Что? Я задержу ее Нет Ты что, хочешь, чтобы тебя арестовали? Ты в тюрьме будешь рожать подруга? Но, Мишель, как ты собираешься выжить в женской тюрьме? Тормози давай Пожалуйста, не нажимай Не надо так грубо Не надо так грубо Или тебе это нравится? Я тебя отвезу в город и обыщу каждый сантиметр твоего тела Все тело обыщешь Все дырочки Спасибо Боже Давай, ты быстрей Быстрей, быстрей, быстрей Давай Что-то тут холодно Я сделаю потеплей Спасибо Больше, больше, больше Теплее не стало 32 градуса Ну, твой-то на 15 стоит Тут раздельный климат-контроль У тебя 32 градуса, у меня 15 Ну, климат-то здесь не разделен Климат-то один Ты видишь, невидимый разделитель Ну, 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 смотри Рука проходит Ну, смотри, смотри Раз прошло, нет препятствия Все смешивается Так что, если у меня 32 А у тебя 15 То вместе у нас 23 градуса Си, босс Но мы же участвуем в погоне И я весь вспотел Пожалуйста, пожалуйста Можно хоть чуточку похолоднее И что ты предлагаешь, хлопец? А, подогрев сидений Подогрев сидений Дверь открой Пожалуйста, очень тебя прошу Зачем? Стрисло на хрань Все в порядке Ничего, ничего Я в порядке Поиграем Давай Это тебе что, Петр, а? Рост метр семьдесят пять Вес семьдесят килограммов Что, правда метр семьдесят пять? Да Кажешься выше Спасибо Я очень горжусь своей ассан Потрачено Я умнее его Тупица Вот зараза Опять забыл ключи в машине Вот так Вин, он догоняет нас Нам надо вырываться из города Держись меня Я ищу направление Просчет маршрута Просчет маршрута Направо через пятьдесят метров Черт Поворот пропустил Лысый пень Я брею голову, чтоб выглядеть круто Это красиво О, у тебя вся машина засрана Купи себе, мистер Мускул Он лысый, а я брею голову Как скажешь, мистер Пенис Если я бреюсь И сквозь кожу видны вены Не значит, что я похож на Пенис Ясно? Задолбала Остановитесь 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 Стоп! Сцена погони затянулась Бюджета на гонорары актерам не хватит Вин, они догоняют Как нам выехать из города? Достало уже Лысый, иди по писой Иди по писой От меня Ну что ты права Ты ж понимаешь Понял Стой Ты сказал право Как направление Или как модальное Междометие Перекресток Поворачивай От меня не убежишь, дот, падла Стоять Не двигаться Руки вверх Выходи из машины Я не могу выйти У меня руки подняты Вылазь из машины Ты что ж такое делаешь? Сам сказал Руки вверх Тебя засадят По самую неболу Дон, падла Попался Ну что ты Детектив Наверняка Можно что-то придумать Ты что, дон, падла Пытаешься Подкупить полицейского? Я исполню любое твое желание Хочешь майку в супероблипочку Или укольчики с гормонами Или, может быть, супербритву для мошонки Исчезни отсюда Ништяк Финдросси Ты арестована Отпусти ее Полегче с ней Она беременна Не двигаться Руки вверх Быстро Да не ты, офицер Уайт Ты опусти руки Офицер Уайт Я покопался в архивах Он коп Я ведь тебя полюбила А ты оказался коп? Под прикрытием Внедрен в вашу банду Отличная работа Жди повышения Я лично за этим прослежу Лично Предоставлю это тебе, Уайт Шучий сыр Я больше не коп Я с ними Ты променял 32 с половиной тысячи в год до налогов? Работу без выходных и крохотную пенсию на что? Убежать с сотни миллионов зеленых? Жить в тропическом раю с этой красавицей? Ну... Да? А че тут думай-то? Вот черт! Мое детское масло Нет! 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 На перегонке Дарьо! Когда же ты поймешь? Ты не обгонишь меня? Обычная ставка? Нет! Давай-ка повысим И оставлю на окон все И своего нерожденного ребенка? Так точно Ну давай Не бойся, Бэйба Я с этим справлюсь Игра окончена! Отдавайте мои деньги Или я убью вас всех А начну я с тебя Что это было? Ничего Просчет маршрута Просчет маршрута Просчет... Вот так умница Поворот через пятьдесят метров Кто тут босс? Поворот через тридцать метров Кто тут главный? Я Я главный Да Поздравляю! Вы прибыли в место назначения Магазин парики Я теперь красава Ты обалдела! Закажи паричок Лыску прикрыть Думаю, давно уже кончился Хорошо Кончает Знаешь что? Блин, чёрт! Ты меня на него променял? Я кончаю Все, ты можешь забыть про совместный просмотр шоу один в один Ну ты придурок Извините Тебе работу, девушка, или нет? Мою мать, девушка, или нет? Ты нужна? Держёшь? Поехала, когда мне надо, или нет? Прости, я тебя ударю, прости Ну что, ты готовы? Давайте соберемся Вот это тачка Ты что делаешь? Я не могу Я все испортил Что я? Извините Я знаю, что происходит Знаешь? Кончай Перед этим мне нужно сказать тебе кое-что Я знаю, что происходит Извини, я не могу Я знаю, что происходит Прости А давай я возьму твой телефон А ты себе новый купишь Господь меня проклят Он заставил меня работать с тобой Нет? Тебе не нравится? Я заслужил тебе хлопец Не плачь Я не плачу Не плачь Я не плачу Я заплачу, если ты плачешь Не плачь, прошу Я плачу Ты плачешь Боже мой, я плачу Ты плачешь Почему я плачу? Я не знаю. Это же смешное кино. Почему я плачу? Я не знаю. Не знаю, я не знаю. Почему, прости? Это не смешное кино. Да, оно смешное. Ты просто хочешь доказать, что ты хороший актер. Мы никогда не получим Оскар за эту пародию.